МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ На канале ОТС Время новостей в студии Иван Кудинов. Здравствуйте! Сегодня в Новосибирске стартовала традиционная декада инвалидов. В течение 10 дней люди с ограниченными возможностями будут принимать участие в благотворительных акциях, мероприятиях и спортивных состязаниях. Подробнее расскажет мой коллега Борис Киргенеков. Сейчас он на прямой связи со студией. Борис, здравствуйте, вам слово. Да, здравствуйте, Иван. Действительно, именно сегодня стартует в Новосибирской области традиционная декада инвалидов. Однако отмечу, что некоторые мероприятия начались раньше. Так, вчера в ДК железнодорожников прошел фестиваль для детей с ограниченными возможностями под названием «Мы талантливы». В общем, сегодня на пресс-конференции министр социального развития Новосибирской области Сергей Пыхтин привел некоторую информацию. А так сейчас, на данный момент, в Новосибирской области проживает порядка 200 тысяч людей с ограниченными возможностями. Это примерно 7% от общего количества, от общего числа населения региона. И подавляющее число – это инвалиды второй группы. Ну, в общем, декада пройдет, инвалидов пройдет традиционно. Будут и благотворительные акции, и мероприятия, ярмарки, спектакли, спортивные мероприятия. Ну, к примеру, некоторые учреждения культуры будут сотрудничать с Министерством социального развития. И вот так, 4 декабря, в оперном театре Новосибирска состоится благотворительный спектакль для людей с ограниченными возможностями. Также отмечу, что в этом году планируется привлечь дополнительные средства для реализации программы досутной среды в области. В этом году цифра будет значительно больше, чем в предыдущем. Это порядка 80 миллионов рублей, половина из регионального бюджета, ну и половина из федерального. Ну, в общем, все эти 10 дней, пока длится декада, учреждения социальной поддержки, образования, здравоохранения будут организовывать Дни открытых дверей для инвалидов, люди с ограниченными возможностями завершатся. Декада инвалидов, 16 декабря, она будет приурочена Международному дню инвалидов, состоится в Новосибирской театре музыкальной комедии. Иван. Спасибо. Борис Киргенеков о старте декады инвалидов в Новосибирске. К другим темам. В армии сегодня начался зимний период обучения. В этом году занятия у военных станут гораздо комфортнее благодаря новой экипировке и технике. Елена Щербакова побывала в 124-й отдельной бригаде специального назначения и узнала, готовы ли бойцы спецназа к зиме. Поздравляю вас с началом нового периода обучения. Троекратная ура с нотками грусти. Для бойцов новый период обучения в первую очередь ассоциируется с погодными условиями. Зимой занятия в разы сложнее. Холод забирает много энергии. Но для спецназовцев эта зима станет теплее. В 124-ю бригаду поступила экипировка «Ратник». К примеру, замерзли у вас ноги. Вы, например, одели носки, положили в валенки один из этих источников тепла и, соответственно, от него в течение определенного количества времени будет поступать тепло. То есть военнослужащие не замерзли. Замерзли у вас руки. Да, положили, соответственно, между каким-нибудь слоем, между перчатками и рукавицами. Бойцы уже оценили не только автономные источники тепла. Военные рады – фильтром для очистки воды. Это гораздо удобнее таблеток, которые использовали в армии десятилетиями. А морозостойкая батарея – просто спасение, говорят спецназовцы. Ее хватает на 14 часов. Новый бронежилет не только облегченный. Он весит меньше 10 килограммов. Но в нем есть даже такие ортопедические пластины. Если в таком ходить сутки, спина не заболит. Мне, например, очень удобно и даже не тяжело. Военные осваивают и новые беспилотники. Они способны подняться на высоту до 4000 метров и отслеживать информацию на расстоянии 40 километров. Работают бесшумно. К качеству съемок позавидуют даже телевизионщики. К нам в беспилотники приходят люди разные. Но мы стараемся брать с техническим образованием людей. Ну или как минимум они были связаны с техникой. И у человека был определенный технический склад. Так как, еще раз повторюсь, уже прошло время количество, пришло время качество. На вещь и оборудование приходят в первую очередь войска спецназначения. Такую экипировку и летательные аппараты можно найти только в одной части Новосибирска. Зимний период обучения продлится 5 месяцев, пока идет одиночная подготовка. В апреле будут сдавать нормативы. Не исключены проверки из Екатеринбурга и Москвы. Елена Щербакова, Константин Менин. Новости ОТС. Сохранить урожай до весны. Такая задача стоит сегодня перед сузунскими аграриями. Им нужно отобрать семена и подготовить их к посадке в следующем году. Помощь в этом оказывает семена инспекция. Лаборанты проверяют качество и дают заключение о посадочном материале. Светлана Соколова расскажет подробнее. Урожай уже давно в закромах. А вот для работников семенной инспекции сейчас самая горячая пора. Проверять зерно на всхожесть начинают уже сегодня. Специалисты говорят, проблемы есть. Например, сорная примесь. Недостатки устранят. У них есть там всякие семеочистительные машины с решетами. Смотри, у кого это. Там триерные столы. И они доводят до нужной кондиции. То есть убирают, например, трудноотделимые сорняки. Такие как овсюк, корлык. Ну и всякую такую мелкую ненужную примесь. С семенами проблем не будет, говорят специалисты. План по району выполнен на 101%. Некоторые хозяйства готовы даже продавать излишки. У нас на реализацию есть первая репродукция семена. Это в пламя и в бобровке. Мы можем реализовать семена на сторону. И по проверке семян хозяйства проверили 100%. Проверили на всхожесть. Проверили проверку. А фермерские хозяйства всего на 20%. Семена в этом году отменные, хвастаются аграрии. А все потому, что погода позволила вовремя и без потерь собрать каждый колосок. Теперь главное все это сохранить до следующего года. Светлана Соколова, Николай Осипов, Новости ОТС. Это новости дня. Сейчас о событиях, которые обсуждают крупнейшие печатные и интернет-издания. Ведомости выходят со статьей под заголовком «Дума берется за бюджет». Бюджетный комитет Госдумы рекомендовал увеличить кредитование регионов на 170 миллиардов рублей. Деньги могут быть направлены для частичного покрытия дефицита бюджетов субъектов, покрытия временных кассовых разрывов, возникших при исполнении бюджетов, а также на ликвидацию последствий стихийных бедствий и техногенных аварий. Говорится в тексте законопроекта, подготовленного ко второму чтению. Российская газета публикует статью «Не забудьте включить свет». Жильцы получат компенсацию за холодные батареи и лишние нули в квитанциях. За мигание света, отсутствие горячей воды, неубранный подъезд и другие некачественные коммунальные услуги управляющие компании будут платить крупные штрафы в пользу жильцов. Придется раскошелиться у правдома и в том случае, если счет в квитанции будет завышен. Но все это надо еще доказать. Сумму штрафа пропишут законодательно 30% от стоимости услуги за период ее некачественного предоставления. И портал «Лента.ру» сообщает правительство России намерено ввести ответственность за незаконную продажу спиртного через интернет. Ведомством поручено разработать законопроект, который введет ответственность за легализацию контрафактного алкоголя. К первому кварталу следующего года предполагается установить ответственность за продажу алкоголя и спиртосодержащих средств через интернет. Причем в качестве одной из мер будет предусмотрена блокировка сайтов. А ко второму кварталу правительство планирует разработать законопроект о лицензировании производства и оборота пивных и солодовых напитков. К другим темам. Военный оркестр внутренних войск отмечает юбилей. Одному из самых известных музыкальных коллективов в погонах исполнилось 85 лет. Юбилейный вечер прошел в концертном зале имени Катса. Надо заметить, что музыку военной тематики исполняют не только мужчины. В коллективе две женщины. За годы своего существования оркестр объездил всю Россию, неоднократно завоевывал призовые места на международных конкурсах. Несколько лет назад коллектив стал лауреатом смотра конкурса военных оркестров внутренних войск. Во многих городах наш оркестр знают и ждут. Дарят все, что угодно. Начиная от цветов и заканчивая какими-то сувенирами. Начиная от той местности или от того региона, который мы посетили. В Казань привезли татарскую фантазию, после исполнения которой народ пустился в пляс, а потом нам подарили тюбитейки и сказали, что мы их очень сильно покорили. И в завершении о спорте. Хоккейная Сибирь продолжает серию выездных матчей. В очередной игре регулярного чемпионата КХЛ новосибирская команда встречалась с Череповецкой Северсталью. Счет удалось открыть лишь в начале второго периода. На гол хозяев Сибирь ответила уже через 10 секунд. В последнем отрезке игры новосибирцам удалось реализовать большинство и отправить решающую шайбу в ворота соперника. Итог матча 2-1 в пользу Сибири. Галами у нашей команды отметились Владимир Бутузов и Андрей Мисараш. Следующую игру новосибирцы проведут 2 декабря в гостях у Минского Динамо. И на этом пока все. Следующий выпуск новостей ОТС в 18 часов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»